Ассалам Малайку, доброе утро, приветствую всех. Я Гулуга Марин, вице-чемпион Европы по молодежке. Родился в городе Кишинев, Республика Молдавия, и там я начал заниматься спортом. В 2005-м я зашел в первый раз в зале по тяжелой атлетике. Там я оказался совсем случайно, меня пригласили одноклассники, и так потихоньку начал тренироваться, посещать эту секцию спорта. Для начала у меня не особо были результаты, не понимал этот спорт. Со временем все шло как нужно. В 2014-м году на чемпионате в Европе мне предлагали поменять страну, пригласили в Румынию. Так как у нас тогда в Кишиневе были совсем иначе, совсем тяжелые времена, тренироваться и подготовиться к разными мероприятиями, поэтому я решил переехать в Румынию в 2015-м году. Для меня это не было сложно, и совсем как-то я язык знал, ну, было все отлично. А самое сложное, это находиться в другой стране, это когда тебе настигают травмы, и ты сам должен лечиться. И вот, например, в 2016-м перед чемпионатом Европы у меня взлетел локоть, и поэтому мне пришлось домой ехать и лечиться со своей деньгой. Вот это большой минус, когда ты один в чужой стране. Дела сейчас у меня нормальные. Я уже как 9 месяцев переехал в Швейцарии, тут я работаю и тренируюсь. Для меня лучшая школа, тяжелая атлетика, является болгарская школа. Для того, что я тренировался под этим планом, и российская тоже неплохая. Но для меня что-то в последнее время ближе к болгарской. Цель у меня сейчас набрать команду, с кем я буду работать. И очень хочу опять выступать на чемпионат Европы, потому что у меня незакончены дела, и я знаю, что могу, и нужно тренироваться по-просто. А так, то цель вот одна, я тренируюсь тут, у меня все условия, чтобы готовиться, тренироваться, и только что не хватает определить те люди, которые будут со мной. На данный момент у меня тренера нету. Из-за ситуации, что после чемпионат Европы в прошлом году я оставил, ну, точнее, выгнали, если так взять. А такой тренер, самый, с кем я тренировался, это в 2018, у нас там в Румынии приехали сборные Казахстан. Тогда были все чемпионы, олимпийские чемпионы, и с ними был тренер Янвер Турклери. Вот, это действительно мастер в свое дело. А потом тренер, с кем мы тренировались, этот румынский тренер, Бекеру Петру. И в те годы, в 2018, когда были у нас сборная Казахстана, вот, тогда вот самый такой сбор был, где-то три месяца, если не ошибаюсь. И, ну, чувствуется, тренировка, каждый день это была тренировка. И мощный, так, ну, вот, например, как партнер, Илья Ильин, он такой зажигательный, он везде на позитиве, и он может как-то, ну, создать эту атмосферу тренировочную. Я смотрю соревнования, ну, интересно, что у меня, или мне интересно, это чемпионат Европы, чемпионат мира, и олимпийские игры, вот, эти европейские турниры. А то, что творится на данном моменте у нас в тяжелой атлетике, это, ну, такая мировая политика, то, что страдают тоже спортсмены, которые многие, к сожалению, спортсмены не понимают, что мы как пешки, там, тут. Ну, надеемся, после таких изменений, может, к лучшему. Ну, и я желаю как-то, чтобы не сдаться и идти до конца. Конкретного партнера, что с кем я могу тренироваться, нету. А то, что у нас, я находился на сборах, то там, то тут, и нету. Ну, потому что еще этот индивидуальный спорт, и, ну, по-любому, бывает интереснее, когда у тебя есть кем-то рубиться, и, ну, знаешь, этот, провокация друг друга. Ну, тогда совсем интересно. Так, когда находился на сборах, мы были в Румынии, это тот, что был у Ника Никола, и он такой красавчик, как говорится. На сборах жить и тренироваться совсем иначе, как дома. У тебя там нету личной проблемы, ты просыпаешься утром, идешь на зарядку, на завтрак, первая тренировка, обед, и вот весь расписание каждый день. Нету личной проблемы, личной суета. И даже я бы сказал, что, ну, с другой стороны, да, нудно, и надоедает все это, чтобы каждый день одно и то же. Ну, по-любому, мы, как спортсмены, мы все как-то, у нас, у нас ограничения, и как-то, не как все, ну, то же самое, там, где-нибудь там в город на кофе выйти, или там в кино ходить, или, я не знаю, там еще, то таких, таких случаев у нас совсем редко бывает. Поэтому, зато результат нас, для нас важнее результат, поэтому мы пашем, и вот такая жизнь. И в конце хотел подчеркнуть о том, что достичься результатом, и нужно иметь хорошую команду, и зависит от людей, которые тебя поддерживают, поддерживают, в первую очередь. Это, как говорится, сам, сам очень тяжело, и даже я бы сказал, можно, возможно, где-то, но по-любому, нужно иметь те люди грамотные и правильные рядом. Так что, это как совет, нужно смотреть, кто рядом, а кто не рядом. В общем, вот так. К вам тренироваться желание есть, но в связи с этой мировой эпидемией, к сожалению, я не знаю, когда и как. И, ну, желание большое есть, так что, ждите. Продолжение следует...